Отец Наш Небесный благословит этот урок во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы в книге Деяний, конец 12 главы, 24 стих говорит, Слово же Божие росло и распространялось. 25-й. Варнава и Савва по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Где они были? Передавали приношение любви Иерусалимской церкви, которые собрали верующие в Антиохию, дабы проявить единство двух церквей. Аминь. Аминь. Они вернулись, в общем, в Антиохию. И я так сказал бы, что это миссионерская база для верующих. И оттуда именно миссии начинались. И мы об этом будем говорить. Мы об этом будем говорить. 13-я глава. В Антиохии в местной церкви были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, называемые Нигер, и Луций. Кириньянин. И Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника. И Сау. Перечисляются разные, различные люди. Из них мы смотрим знакомые нам. Варнава, да? Варнава. Он откуда у нас был? Из Кипра. Правильно? Угу. Симеон, называемый Нигер. Так. Луций Кириньянин. Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника. Ирод, четвертовластник, это тот, который убил Иоанна Крестителя. А Манаил был совоспитанником ему. То есть, они воспитывались вместе, ровесники. И смотрите, как получилось. Один, значит, принимает Христа, становится верующим. А другой, убийцей, да? И противником. Перечисляются люди, значит, пророки и учителя. И в конце мы видим перечисление, у нас идет САУ. САУ. В греческом языке очень важна последовательность написания имен. То есть, обозначает иерархию. То есть, в начале Варнава, а в конце САУ. Запомните этот момент. Обратите внимание. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, Отделите мне Варнаву и САУ на дело, к которому я призвал их. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал. Итак, давайте представим картину. Где мы находимся? Где мы находимся? В Антиохии, правильно? В Антиохии. Что мы можем сказать о церкви в Антиохии? Вспоминаем предыдущие главы. Кто туда пришел из Иерусалима первый? Варнава. Что он увидел там? Верующие из язычников организовали, организовались в церковь, в новую церковь. И именно там что увидел Варнава? Благодать Божию. А? Благодать. Молодец, Рен. Да. Варнава увидел благодать Божию, возрадовался и сказал им держаться так, ребята. Вот это круто. Держитесь. Сейчас приведу кого? Папа. Савла приведу. Пошел искать Савла, нашел и привел. Они собирались в течение года обучали учеников, которые впервые стали называться христианами. То есть церковь из язычников достаточно серьезная, уже очень, я бы сказал, зрелая церковь в течение этого времени. Пребывание там Варнава и Савла, обучение ученичества, очень зрелая церковь, в которой была благодать. Мы видим, что в ней были учители, да, учителя, были пророки, проповедники. Проповедники. Проповедники Слова Божьего и учителя. И вот Антиохия, церковь, в ней благодать Божия состоит из язычников, у них ученики, ученичество, да, превозносится Слово Божие, превозносится Христос, принимается благодать. Идет служение, идут посты. И вот, когда они служили, второй стих Господу, и постились, Дух Святой сказал. Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. То есть, где это случилось? В церковь, в поместном собрании. Аминь? Аминь. Когда это случилось? Во время служения, во время совместного служения, во время поста. То есть, мы видим, что единство в теле Христа присутствует. И Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. На какое дело? На которое Бог призвал их. Правильно? То есть, не верующие, не сами Варнава и Савла. Но Дух Святой обращается к церкви. И говорит, я избрал, Бог избрал на то дело этих двух людей. На это дело. Мое дело. Правильно? На дело, к которому я призвал их. И именно их я призвал. Сколько в одном стихе можно подчеркнуть информации? Правда? На дело, к которому я призвал их. Кто призвал, кто призвал Господь? Что сделал? Призвал кого их, этих двух? Из кого? Из собрания святых, из поместного тела Христа. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Совершили пост и молитву, возложили на них руки, отпустили их. Церковь в покое. Церковь обучает учеников. В церкви благодать. В церкви есть проповедники и учителя Евангелия. В церкви есть ученики, соответственно. Дух Святой избирает двоих, Варнаву и Савла, на его дело. Призывает их. Верующие, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Хорошо ли было вместе с Варнавой и Савлом? Как вы думаете? Вот представьте, у нас бы пастор Шалер на каждом собрании проповедовал. Хорошо было бы нам? Ну, конечно, хорошо. Пастор Владимир Первый бы сказал, ну, конечно, хорошо. Давайте, пастор Шалер, оставайтесь навсегда с нами. И вот Дух Святой призывает Варнаву и Савлу. Давайте. Вставайте, пошли. Церковь говорит, ну, ладно, аминь. Мы поверим, возлагаем на вас руки и благословляем. Мне нравится. Это первый поход на миссии в такой предпосылке. Мы много перечислили, да? Какое основание было для того, чтобы первая миссия отправилась в лице двух человек. На самом деле, не двух. Мы дальше сейчас прочитаем. Действие Божье – избрать людей из поместного собрания и отправить на миссии. Готовых, подготовленных людей. Это так здорово. Эти, четвертый стих, быв посланы Духом Святым, пришли в Селиккию. Это тот город, который для Антиохии был портом. Двадцать пять километров от Антиохии находится, в устье реки Орнт. Далее они пришли в Селиккию. А оттуда отплыли на Кипр. Откуда был Варнава? С Кипром. Киприот. А? Варнава был с Кипром. И они выбирают первым пунктом назначения Кипр. Кипр. Так. И быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. На Кипре, получается, было много синагог, было много иудеев, много евреев. Каждую субботу собрания все жаждут и алчут услышать Слово Божие, увидеть своих соплеменников, своих друзей. Синагога. Синагога. Место собрания. И мы немножко позже вернемся к синагогам и к евреям. Но сейчас мы читаем дальше. И... Имели же при себе и Иоанна Марка для служения. И как мне вспоминается, на уроке о подготовке к жизни в миссионерской команде, мы достаточно много уделяли внимание этому персонажу, Иоанну Марку. Иоанн Марк, говоря о том, что был ли готов Иоанн Марк к такому миссионерскому путешествию, в таком составе. Говорили мы о том, что кого избрал Дух Святой? Варнава и Савла. Как там оказался Иоанн Марк? Иоанн Марк был кем? Племянником Варнавы. Кто был Варнава, мы читали в первом стихе, 13 главы, проповедник и учитель, который на первом месте, да, перечислен. И в перечислении стоит на первом месте. То есть он лидер. Еще раз. Святой Дух избирает Варнаву и Савла. И он так и говорит, Варнаву и Савла. Значит, Варнава главный. Варнаву и Савла. А Иоанн Марк кто? Племянник Варнавы. Давай возьмем его. Варнава. Говорит Савлу. Давай его возьмем. Давай возьмем. Иоанн Марк. Пошли с нами. Куда? На миссию? Что это такое? Разберемся. Пойдем. Пойдем с нами. А кто главный? Варнава. А, ну ладно, дядь, пойдем с тобой. Да? Ну, примерно. Возможно так. Да, я еще ничего не понимаю, но ты главный, и я твой родственник. Пошли. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва. Кто такой волх? Волх. Волхва. Колдун. Колдун, волшебник, да. Лжепророка. Иудея по имени Варий Иисус. Нашли некоторого волхва, лжепророка иудея по имени Варий Иисус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Этот, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. Пожелал услышать. Кто этот? Сергий Павел. Кто он был? Проконсул. Муж. Муж разумный. Давайте поразмышляем. Проконсул, то есть человеку власти, правильно, да? Правитель. Муж разумный. То есть поставлен римлянами, да? Начальник. Откуда взялся этот Варий Иисус рядом с ним? Иудей, волх и лжепророк. Волшебник рядом с правителем, который является мужем разумным. Как так? Почему так происходит? Потому что дьявол, он всегда размещает своих людей рядом с правителями. Если есть правитель, значит дьявол рядом поместит своего человека. Почему это так? Чтобы влиять на жизнь всей страны. Своим злом. Через правителя. У которого будет советником. Нехороший человек редиска. Злой человек. Волшебник. Иудей. Неверующий. Аилима. Так смотрите. Сергий Павел, муж разумный. Узнал, что там проповедуется Евангелие. Движение в синагогах. Правильно? Призвал Варнаву и Саула, пожелал услышать Слово Божие. Аилима, Бог так переводится его имя, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. То есть, что делает сатанинский человек, находясь рядом с правителем, начальником, лидером. Противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тот хочет услышать Слово Божие, а этот ему не дает. Не дает услышать Слово Божие. Противился. Появляется проповедник. Проповедует Евангелие. И вот рядом у аудитории появляется кто-то, кто противится и отговаривает. Да не слушайте, да не слушайте, да что это такое, да что тут говорится. Найдется такой человек. И что мы видим дальше? Но Саул, он же Павел. Мы в прошлый раз спрашивали, когда Павел вышел и с именем Павел. Когда Саул вышел с именем Павел, вот пожалуйста, девятый стих. Но Саул, он же Павел. Еврейские и латинские имена Павла. Саул и Павел. Саул, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал. Смотрите, давайте так. Кто главный? В команде? Варнава. Варнава. Ситуация. Их призывает в правительство. Их призывает в правительство. Ситуация серьезная. Надо проповедовать Евангелие. Потому что вот стоит потенциальный верующий в Иисуса Христа, правитель целого острова. Сколько людей под ним может спастись, под его правлением. Страна может измениться. Есть негодный человек, злой человек, который отвращает его от слышания. Девятый стих. Но Саул, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор. Смотрите, что происходит. Варнава лидер. У Савла есть определенный есть дар. Разобраться в этой ситуации. И Савл делает шаг вперед. Выходит на арену. И как мы прочитаем дальше, он разбирается с этой ситуацией. То есть лидер Варнава. Но у Савла есть дар. Быть лидером. Интересная ситуация. Мы не видим, что здесь описаны какие-то диалоги. Варнава и Савла, а давай ты и так далее. Я думаю, что Варнава различил власть, которую Бог дал Савлу для ситуации. И будучи исполненным Духом Человеком, он пропустил вперед Савла. Это очень интересно. Очень интересно. И устремив на него взор, то есть на Варнава, сказал. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола. Враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот рука Господа на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. Сильные слова. И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул увидел происшедшее, уверовал, удивляясь учению Господнему. Уверовал, являясь учению Господнему. Вот прямо здесь, вот в этой главе, вот в этой части 13 главы, очень много событий произошло. Очень много событий произошло. Сауна выходит на первый план. Его сила больше. Неоспоримо. Если бы Варнава мог повлиять на ситуацию духовно, конечно же бы мы увидели описание того, что сделал Варнава в этой ситуации. Здесь описано то, что Савву разобрался с этим человеком. Потому что он был исполнен Духом Святым, и у него были дары. Для того, чтобы это и была сила. И была сила. Помните, да? Мы говорили о том, что ученики должны были принять силу. Должна была произвестись подготовка. Должно было быть ожидание от Господа. И ученики должны были принять обещанное от Отца силу Духа Святого. Апостол Павел был исполнен Духом, исполнен силой, и имел дары для того, чтобы осуществить такие действия. Различил. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства. Сын дьявола, враг всякой правды. Не у каждого есть такое. Не у каждого есть такие дары. Не у каждого есть такая сила, чтобы противостоять. С явными представителями другой стороны духовной. У нас очень интересный случай в Калининграде был. На благовестии. Вы не слышали его еще? Алексей не делился? Я поделюсь. Мы вышли на благовестие. Мое сердце горит по благовестию. И очень хотелось настроить калининградцев благовестовать на улице в центре города. Там есть место около Матери России. Памятник есть. Такой сквер прекрасный. Площадка, дорожки, тротуарные плитки. Прекрасно. Со всех сторон. Люди. И можно разговаривать. Останавливать людей, разговаривать. И вот мы, пятеро нас было, две женщины, Ольга и Люба, Давид, Алексей и я. И вот мы вышли на благовестие, помолились. И разговариваем с людьми. Очень хорошие были разговоры, встречи. И вот как-то так получилось, что Люба с Ольгой пошли вдвоем. Давид с Алексеем тоже пошли вдвоем. И я оказался один. Поговорил с одним, с другим, с третьим. И смотрю, Алексей с Давидом подошли к какому-то мужчине, который сидел на лавочке. И минут около тридцати они разговаривают. И я уже подошел, сфотографировал. Думаю, интересно. У них разговор не буду подходить, не буду мешать. Но смотрю, Алексей очень активно рассказывает. Евангелие. Потом, когда они закончили, они подходят. Саш, ты представляешь, знаешь, кто это был? Ну да, мужчина, видел, да, здорово. А знаешь, кто он? Ну, сейчас ты скажешь, и я узнаю. Он говорит, был, он говорит, шаман в третьем поколении. Салтай, настоящий шаман. То, с чего начался разговор. Мы ему пришли, сказали, Господь вас любит, Бог вас любит. А он нам говорит, сидя на лавочке, отойдите от меня. Я шаман в третьем поколении. И мой Бог очень злой. Как бы с вами что плохого сейчас не случилось. Ну и ребята исполнились Духом Святым. И когда во ему. Говорят, да ты что говоришь-то, говорят. Какой там твой Бог злой? У нас Иисус Христос, который Бог всемогущий, Бог всех богов. И вот в этом ключе, они полчаса его держат, а он сидит, не уходит, слушает, у них дискуссия. Да говорят, чудо, да какие там чудеса. И Алексей говорит, да чудо то, что мы приехали, сегодня тебе, так сказать, мы приехали сюда, в этот город, сегодня тебе сказать о том, что Бог тебя любит, и Он хочет тебя спасти. Бросай ты там все эти свои дела. И через полчаса, когда он уже не смог сопротивляться, он сказал нечто. И мы в это поверим, потому что это правда. Но может показаться достаточно сказочно. Он им говорит, ребята, я уже что-то, говорит, вас боюсь. Вы отойдите от меня, говорит, подах. Похоже, за вами сильнейший шаман стоит, чем я. Наверное, с бугном. И Леша говорит, какой, говорит, шаман? Во мне, говорит, да не за мной, а во мне, в нас Иисус Христос. Бог всемогущий, и Он любит тебя, и Он любит тебя, и Он любит тебя. Вот такая вот история. Вот вам, пожалуйста, 13 глава книги «Деяния» 2000 лет назад, да? А вот тебе сегодняшние дни. Шаман. И когда мы с людьми разговаривали, а, да, с Алтая, там, говорит, они этим занимаются. Да. И вот, человек, мы уже ушли, а этот товарищ еще сидел на этой лавочке. Я думаю, деваться ему некогда. Своих, для своих надежды он не оправдал. Точно только к Иисусу ему теперь обращаться, правильно? Сидел и размышлял, что Бог его любит. И какой-то сильнейший, да, его Бог злой, а наш Бог всемогущий, Бог любви. Вот такая вот история. И давайте еще одну вещь скажем по поводу того, что Сау выходит на первый план в сравнении. То есть, есть духовное развлечение. То есть, в команде может быть официальным лидером один человек, а действительным лидером другой человек. И Варнава был таким человеком, который духовно различал это. Духовно различал. Ну, что бы он пошел за Сауном в Тарс, да? Вообще, Варнава, это... Побольше бы таких Варнав. Аминь. Это уникальный человек. Мы можем сравнить это... Еще история Давид и Иоаннафан. Кто был Иоаннафан? Сын царя, правильно, да? Сын первого царя. Кто он? По праву. Наследник престола. Что он делает? Он увидел духовный дар в помазании Давида. И он ему говорит, ты следующий царь. Ты следующий царь. И отдал ему что? Фояс свой и, по-моему, оружие отдал. Подтвердил, что даже если ты будешь... Даже если моего отца не станет, то ты будешь царем, а я буду под... Я буду под... Удивительная история тоже. Ну, да, и аминь. На этом закончим. Отец наш небесный, спасибо тебе за эти удивительные откровения, в которых мы находим радость. На пути откровений твоих радуюсь, как во всяком богатстве. Господи, спасибо, что ты Духом Святым открываешь нам Слово Твое. Спасибо тебе. Веди нас дальше, Господь, в познание тебя, в познание твоей благодати во имя Иисуса Христа. Аминь.